Девушки отдыхают Здравствуйте, уважаемые друзья! Наши поживные домовы и бонус, и мы начинаем программу отверта. Нет, это невозможно. Да, глуховато. А нельзя ли с этим что-нибудь сделать? Ну вот так, более-менее. Итак, мы начинаем наш рассказ о компьютерных играх, которые по какой-либо причине привлекли наше внимание. Сейчас мы расскажем о продолжении популярной программы Red Alert, которая называется The Aftermath. Эта программа относится к разряду стратегических игр, которыми увлекаются несостоявшиеся военные и политики. То есть подобные вещи дают вам возможность управлять большим количеством людей против их воли и без всякой для них пользы. Если вы увлекаетесь такими играми, то для вас должно быть совершенно ясно, что смысл существования любого человеческого сообщества заключается в том, чтобы скопить побольше вооружения, напасть на соседей и разорить их. А что потом? Потом появляется надпись «Миссия выполнена». А в глобальном смысле? Этого я не знаю. А может быть и никто не знает. Грустно. Итак, о программе Red Alert мы уже когда-то рассказывали. Это далеко не новая игра, однако в интернетовском хит-параде она по-прежнему находится в первой десятке. Видимо, такое отношение играющей публики и стало причиной того, что к игре периодически выпускают всякие дополнения и приложения. Автор масс не слишком отличается от прародителя, но несколько забавных отличий мы все же обнаружили. Напомним, что действие игры разворачивается в, так сказать, возможном будущем. Авторы проекта показывают нам эпоху, в которой СССР не только не развалился, но даже окреп и начал завоевывать весь мир. А где же политическая корректность? Отменена по причине военных действий. Вместо политической корректности введен комендантский час. Продолжение игры на вооружении союзников появилось несколько новых военных устройств. Нас больше всего порадовал так называемый демонишн-трак. По сути, это просто грузовик, набитый радиоактивными отходами. Если он врезается во вражеские войска, то происходит небольшой атомный взрыв. Так ведь это чисто наше изобретение. Воскликните вы и будете совершенно правы. Чтобы в этом убедиться, достаточно почитать газеты. Так и есть. Вот. Груз радиоактивных отходов. Так что, уважаемые пользователи, прежде чем безжалостно обрушиваться на врага, выгляните в окно и посмотрите, не паркуется ли в вашем дворе такой вот демонишн-трак. Как известно, недавно мы провели сетевой чемпионат по игре Дюк-Нюкем. К сожалению, мы не смогли пригласить всех, кто заявил о своем желании посостязаться, за что приносим свои извинения. Тем не менее, все, кого это интересует, могут посмотреть, как проходили состязания. Как вы помните, в прошлую субботу в Москве прошла акция единомышленников под названием Дюк-Нюкем Моздай. Она состояла из шести отборочных туров и финала, где встретились самые закаленные бойцы. Смотрите, он, видите ли, волнуется. А ведь, как выяснилось позже, у него были все основания сохранять спокойствие. Неоценимую помощь в организации и проведении акции оказала фирма «ДВМ Групп». Свирепость финалистов превзошла все ожидания. Думаю, что в этот день Дюк-Нюкем готов был выложить неплохие деньги за то, чтобы никогда не рождаться вновь. Победителем состязаний стал человек Сергей Ненахов в честной борьбе, одолевший всех противников. Второе место занял Дмитрий Шеленков. Третье место Михаил Столяров. Победителю вручается монитор. Я представляю компанию «ДВМ Групп», крупнейшего дистрибьютора «Вьюсоник» в Европе. Еще раз наше поздравление от «ДВМ Групп», от «Вьюсоник Корпорейшн», от передачи от «Винта». Я поздравляю победителя. Ну, я так думаю, что я в десятку лучше вхожу в Москве. Но у меня есть люди, которые у меня все-таки делают. Есть люди, которые у меня делают страшно. Больше проводите время языками в термин. Свободного. Уважаемые зрители, несмотря ни на что, мы просим вас не расслабляться и готовиться к акции «Дюк-нюкем Мастлифт». На свете есть такие люди, имена и фамилии, у которых подобраны с большим вкусом. Взять, к примеру, господина с именем Роб Шраб. Как удобно должно быть окликать такого человека по имени, а? Эй! Роб Шраб! Почти как Кока-Кола. Вы можете спросить, а какое отношение к нам имеет этот господин, хотя бы и с таким удобным именем? Роб Шраб. Дело в том, что он... Роб Шраб? Роб Шраб. Является автором популярной в Америке серии комиксов, по мотивам которой и сделана следующая компьютерная игра. Отечественные производители компьютерных игр часто черпают вдохновение в эпосе и народных преданиях. Интересно, что их заокеанские коллеги поступают точно так же. Однако у них своя специфика. Главным американским эпосом являются комиксы. Герои комиксов пользуются всенародной известностью и легко кочуют в другие развлекательные жанры. Примером тому может служить Бэтмен и Люди в черном. Да-да, все они пришли к нам с глянцевых страниц этой низкопробной, даже и не литературы. Больно сознавать, что к ним относится и наш сегодняшний герой, Скад. Роб Шраб. Скад. Легко запомнить. Да, но в сути игры разобраться не так легко. Поскольку мы не американцы, то история Скадов нам неизвестна. И поэтому мы не в силах понять сложные отношения между персонажами игры. Может быть, это и к лучшему? Да наверняка. Интерфейс игры достаточно традиционный. Вы отечественным взглядом наблюдаете сверху за героем и управляете его неразумным поведением. Для победы вам нужно выполнять разные задания, сопряженные со стрельбой и рукоприкладством. Впрочем, мы не уверены, что подобное занятие может кого-нибудь увлечь надолго. Вы спросите, а зачем мы вообще рассказываем об этой игре? А чтобы предупредить, вдруг вы тоже неравнодушны к словосочетаниям типа Роб Шраб, Скад. Вот и все на сегодня. Извините, если мы отвлекли вас от чего-то важного. Гейм оба. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин